Мы играем против ролик 159. Какой ход делаем? Конь f3, кто б сомневался. Да. Поехали. Кстати, поприветствую всех. И говори громче, блин, иначе твои все привет, всем привет твои и кто не услышит. Ну по-моему карти получается скучнейшая. Да, то что надо. Я доволен. Слон f5. Конь висит, какой слон f5. А, ну сейчас слон f4, да. По-моему черных хорошо. По-моему тоже. Ну да, убрал на место. Ну у коня есть поле d6, ну вот уже нет. Куда его деть вообще отсюда? Слон a3, пойди. Ну там ферзя возьму. Слон a3. Слон a3. Кон d6. Конь c2 грозит. Конь c2 грозит. Давай посмотрим, куда он пройдет, соперник. Прошу прощения, я наверняка знаю, с кем мы играем, но не помню. Эту пешку не слышишь никогда. Ладно, вернулся. Сейчас b4 дают. Дают, дают. Размен ферзей это то, что надо. Размен моей мечты вообще. Съели пешку. Съели пешку. Все поменяли. Погоди, мы фигура съели, Влад. Не, вроде, а съели. Какой е3. Моя кошка сегодня не слышно? Нет, вообще не слышно. Замечательно. А там она неприличные вещи выпадает. Пять? Да. Отлично, мы победили. Да ладно. Сколько человек у нас уже? У нас уже десять. Замечательно. Да. Идем к успеху. Да. Ну что, покинуть? Да, первая партия не удалась, можно выходить. Давай, это твой шанс. Это как раз формат, в котором ты можешь говорить всякую чушь. Ну-ка, стоп, стоп, стоп. Тут интересная партия. Да, вот смотрим на это маленькое окошечко. Только что зернулись слона, но белые не берут. Все-таки берут. Камбэк в исполнении Александра. Надо камбэк. Новые технологии. Слон за пешкой, да? Да. Получается. Ну меня немножко напрягает тот факт, что все соперники набирают очки, а мы сидим и смотрим, как Александр бьется без фигуры. Вот уже кто-то набрал четыре этим временем. Ну это просто берсерк, да, был? Нет, двумя партиями. Нам же не дают поиграть в шахматы. Ну, кстати, у Александра есть определенный контур, да? Нет. Извини, но это не так. А куда ладью повел? Да я не знаю. О, нам дали поиграть. Хотел берсерк взять, но не буду. Кстати, обрати внимание, вторая белая партия подряд. Это да. Так, ну что? А у нас опять получилось скучнейшим. У нас перерез по времени. Трехсекундный, это серьезно. Да, это очень серьезно, я даже сказал. Это допоминает, помнишь, партию с Антоном Майдалем, когда ты там очень вовремя подсказал? И позиция из лучшей стала проригранной за один ход. Так, что делать с пешкой вот этой? На С6. Так, ну так он едет. Ну, правда, все на ДЦ, да. Ничего страшного не произошло. Ну, получше убил. Ну, чуть-чуть. За счет пешки на С6. Вот ее, кстати, хотят съесть. Так, а там после слон Е4 есть? Ну, я на слон Е4 напал как раз в этом идее было. Слон Е4. Закончилось. Можно прямувить, да, по-моему? Да, 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 по-моему, можно прямувить. Это очень важно, безусловно. Да. Ну что, хорошо. Догнали лидера. Под ником Таггет. Почему-то с двумя Т на конце. Десять человек очень мало, это всего... Даже, наверное, со всеми успеешь сыграть это время. Нет, ну там же, там же жеребьевка, она, по-моему, случайным образом происходит. Нам могут одного Соберника дать, например, пять раз подряд. Будет очень интересно сыграть СОРА там пять раз подряд. А кто-то вышел, да, уже? Да, он понял, что это будет очень интересно. Решил не доводить. Так, ну что, следующее... Играем с лидером, кстати. С одним из лидеров. Ну не в шесть. Да, ну вот вариант Джобавы, так называемый. Да. Если, кстати, Личез будет продолжать так подвисать, то шансов у нас немного. Вариант Джобавы, а в чем здесь радость? Ну там, в общем, посмотри его партии. Слон А6, нам было сразу пойти, наверное. Так, ладья Б8, это пока все очень глупо. Спасибо. Нет, я знал, что... Одобраешь. Не, ну не побьют. А побили, ничего себе. Ну, все белые поля же сдали. ФСД6. Обратите внимание, как Кирилл рассуждает, как... Сильный позиционный шахматист. Про поля. Все. А Перс Е6 нельзя пойти? Нет. Перс Е6. Как защищать? Ну там был вообще-то ход Ладеев 1, но он не сыграл. Как добить? Тут еще рано добивать. Мат не зевает нам, к сожалению. Не зевает. Но Ладея G6 уже серьезно. Да. Это сдача. Это сдача. Это сдача. Ну ладно. Борьба, кстати, продолжается вот этим человеком. Загадочным. У которого 2-300 в блиц. То есть мы не с лидером играли? Мы играли вот с тем, кто тоже был лидером, но теперь он перестал им быть. Котовачком он бьется. Да. Ну по-моему тут черным тяжело. Потому что... Обычно когда фигуры не хватает, это плохо. А когда двух не хватает, это еще хуже. Ладея F1. Кстати, хорошо играет. Таргет. Замотовал. И вышел на чистое первое место. Ну видимо нам сейчас его дадут. Нет, я сомневаюсь. У меня кошка с ума опять сошла. Должны, должны. Мне кажется специально мы ждали, чтобы нас... У него уже 12. Ну нет, не дадут. Чтобы стык. А кого нам дадут? Вот он только что закончил партию. Дадут Бугаевского, Сергея. Вообще к делу, почему нам не дают поиграть в шахматы? Не пойму. Таких пауз не должно быть. У других людей нет таких пауз. Нет, нам дали именно его. Опять белый цвет. Да. Ну видимо программка пытается компенсировать. Раз уж она не дает поиграть шахматы, хотя бы все партии белыми. Так, ну что, позиция получилась откровенно дерьмовая. Спасибо. Я знал, что ты так и скажешь. Ну нужно теперь куда-то коня. Куда ты озегнул, это не очень удачно получилось. Ну ладно, нормально. Есть компенсация. Ну никто не побьет. Компенсация слабоватая. Никто не побьет. Как эксперимент дать? Ну вот поля прорезались, а толпа? Никакого. От двух пешек на f6 аж? Сейчас просто возьмут этого коня уже, когда он совсем напрягать станет. Нас просто не хватает качества. Зато у нас по времени перерезано. Ну очень мало. Вот уже почти нет. Ну потому что стали проблемы создавать. Поэтому его сразу не стало. Упс. Такая коняк, ой. Да, зевнули. Нельзя сдались, наверное, нет? Нет, сдаваться рано еще. Хотя не так уж и рано. Я вижу, что соперник, кстати, довольно сильно играет. Я бы сказал, посильнее нас, в принципе. Ну, по-моему, все. Тактика. Ну тут уже да. Тактика. Я не знаю, зачем он, кстати, тратит время здесь. Потому что он же не только наше время в борьбе за лидерство убивает. Еще и свое. Просто мат. Ну ладно. Мы словали его серию. Ну, на большом факте, конечно. Просто перзять имели в ноги. Да. Как Серега на камуле. К примеру. Так, ну что? Дадут еще поиграть чуть-чуть или нет? Опять белые? Да что такое? Вот Берсерк. Кстати, Берсерков мало, да? По-моему. Ну, по минутке Берсерк как-то, ну, своеобразно брать все-таки. Ну что? Слон Д2. Это какой-то улучшенный дебют Немцева. То есть, дебют Эльшада. Нет, по-моему, улучшенный. Там же 5 не сыграли. Здесь качества ученых не хватает. В дебюте Эльшада, чем хуже, тем лучше. Ну что? Ну где? Драйв. Он сейчас тебе мат дадут. Вот эта партия мне очень нравится. Пешки, пешки вообще симпатичные по линии. Да, пешки. Надо было сразу Е5 играть. Я вот упустил этот момент. Ну, у черных проблемы с чернокольным слоном можно. Черный сейчас конь на Б5 придет. Это меня напрягает. Ну а что, вроде ничего страшного. Да, абсолютно. Я ночью жизни. А что ты в слон едва не пошел? Да. Нужно, нужно поактивнее немножко. Так, да. Вот он хочет включить. Да, качество отдали на место. Но мата вроде нет, да? Ну. Видишь, приходится радоваться мелочам. Нет мата сразу. Так, это жертвой что это? Не знаю. Отвлечением? Какое отвлечение? Какое отвлечение? Какое может быть отвлечение в пулю? Вот это вот было отвлечение. Нет. А что ты в Перзь внесел шаг? Я не думал, что он на С7 отойдет. Ага. Поменял Перзей. Да, да, было. Ну так надежнее. Сейчас черных хода нет. Впереду 5 пойди и все закончилось. Короля наши на 3 и вперед. Побили. Перзь прошел почти. Прошел Перзь. Вот. 2 секунды. Да. Сдался. Сдался. Да. Я прям вижу, как ты нервничаешь. Это хорошо, это добавляет зрелище в этом турнире. Да, 28 турниров. Я надеюсь он скоро закончится. Да, досрочится. Да он 12 минут еще идет. Это ужасно. Где может быть от 1 минут до 5? Я тебя такого не прощу. Где-нибудь в середине. Извини. Ну что, дадут еще. Дайте... Почему мало так шахматистов зашло? Всего десять. Не знаю. Наверное, потому что я создал турник за четыре минуты до его начала. Может быть, давайте я еще раз анонсирую. Что ты там больше анонсируешь? А какой пароль? Пуля. Оригинальный. Конечно, ты... Играем с Rolex. Уже играли с ним одну партию. Тут у нас английское начало. Английское начало. Да. Черным цветом, обратите внимание. Черным цветом, почему бы и нет. Так, ну что, как здесь мат давать? Уже? Вроде рано еще. Убезда семь. Слон H3. Нагловато немножко. Так, до веселья просто. Почему-то не стал брать на F5. Но так, наверное, даже сильнее, кстати. Ну, конь же пять. Ой, конь же четыре. Быстрее. Так, слон висит. Конь же четыре. Так, как нам теперь кого-нибудь на F2 привести? Знаю. Да. Но главное, ходить быстрее. В пулю. Я думаю, все это уже давно поняли. Позиция, конечно, да. Бывало и лучше. Так, бить тоже нельзя. Может, фешка от пройдет? Да. 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 Удал. Тебе, минимум, таргет продолжает всех обыгрывать. И... Гонка в самом разгаре. Нужен Берсиак. Дадут 8 очков. Не восемь. А на А5. А, пять? Поэтому его никто и не берет, да. Очень мало. Какой-то это странный дебют там у ГАЭФКО. Ну, Сергей вообще славится этим своим нестандартным подходом к дебютной стадии. Вы на 4, конечно. Так, далее, далее. Кто-то зашел, кстати, еще или нет? Да, вот этот, по-моему, человек зашел в результате твоего анонса, поздравляю. Видишь? Я не реагирую. Вранд Найдерфа. Паульс? Найдерф. Да, Найдерф, какой Паульс? Найдерф? Да. Я помню, мы как-то играли в Найдерф. А что, конь Е4 нет, ничего? Да, Найдерф у нас был как-то раз с дебютом месяца. Конь Е4 нету, да? Нет. Почему? Не знаю. Просто сказал, чтобы ты не мешал мне думать. Кстати, по-моему, был конь Е4. Ну, не знаю, может быть, вряд ли. Там Д5. Там хотя бы интересно. А тут тоже Романь. Где? Абсолютно никак говорим. Вот, сейчас, конь пришел. И что? Ну, замечательно. Такие вот маты тут ставят, да? Замечательно. Да. Это плохо. Это плохо, как раз. Вот. Ну, молодец. Был бы ферзь на Д7, было бы намного лучше. Так ты вот за него болеешь. Ну, пойди уже как-нибудь. А вот надо было на Д7 именно, потому что слону нам нужно было идти на С5. Нет, здесь надо ладей идти на Ф8. Все остальное вообще не важно. Видишь, было бы на Д7, здесь конь висел бы. А, ну. Понял, какой я дальновидный. А чего слону С8-то не пойти? Потому что так ферзь под боем, что ему делать? Отойди, ферзел. Куда? Да. Так, наш... Вилка. Что? Л3. Да. Вообще-то да, был ферзел. Ты видел, да, что ты тут зевнул? Что я зевнул? Ферзя в один ход. Не, ну покажи партию там. Какого ферзя? Я его взял в один ход. Было бы симпатичнее можно было взять. Конь F2 вместо конь G4 вот здесь. Да. Ну, да. Замечательно. Так. Ладно. Я компьютер с тобой согласен. Поздравляю. Тебе мне... Наш конкурент просто много больше партий играет, чем мы. За то же время. Поэтому уже... Уже догнал. Зашло кто-то или нет? Вот он сейчас играет в свою партию. Еще четыре человека зашло, да? Да. Нет. Люда? Да. Погнали. Спасиста у нас уже была, да? Да, была. Она ужасно скучная. Она отличная. Я даже сказал, она замечательная. Ход B3, конечно, не очень замечательный. Чё, Ферзей поменяли? Чё, Ферзей поменяли? Чё, Ферзей поменяли? Чё, Ферзей поменяли, ему просто слона менять, а он не будет этого делать. Тока говорит Чё, Ферзей поиск ей full of all. Это все одно и то же, но это никому не интересно. То ли дело ладью на А3 подставлять? если ждать когда ее возьмут вот это конечно каждый раз выглядит по новому это хотя бы да это тупо это без идеи партия и что я хочу в шахматы играть а не чтобы партия была недолгой так это не шахматы как не шахматы шахматы нормальные сильные ходы делаются но не очень конечно сильные но уже нюансы вот и в 5 посмотри я прорвался же прорвался день нас уже догнали чем временем там много листых секунд и пешек в данной позиции стоит ценить секунды а не пешки в любой позиции стоит ценить пешки в этой позиции стоит ценить секунды это главное правило цени пешки и вот это конечно ход с салона е3 за когда у соперника 29 секунд на часах он силен ну да отнять секундочку в общем мы продолжаем лидировать и продолжаем как бы в противофазе находиться то есть мы отстаем на одну партию то на одну то вообще на две где справедливость в этом мире александр кононов надеюсь поможет ее восстановить я тогда пойму лишь что получу ед и пойду аж ты и останусь без коня так больше никто не подтянулся не знаю нет нет да в 4 то почему же в 4 то не пойти уголаю уголаю в 4 ставлю так вот 2-2 атака тратит так да и как побеждать тут тут какой то совсем начался разбой да в разнос сейчас где то мат будет да причем нам что самое обидное эээээ так и времени нет александр быстро и уверенно играет одинаково нормально нет позиция не одинаковая коняр куда ты будешь срочеки да в этом углу она это приятное изменение а чё ж пешка а вот ты хочешь так и есть понятно нет я хочу ферзей поменять и пешку съесть можно так видимо нет бесплатно нет о далее это победа или нет не знаю пешки плохо стоят на фланге вот нам дают их нормально поставить ну что как побеждать плакать я уже пешку съел тут уже легко зачем то отдал обратно и опять не легко сейчас сейчас очень просто да ну тут тут все понятно абсолютно да нас догнали и мы опять на секунду вырвались вперед тут борьба напряженная уже 15 человек видишь да мне нужно послушать зашел человек под ником дак феникс зашел человек под ником дак феникс 21 58 это кто то знаком или я не помню кто но опять английское начало давай опять этот вариант сыграем в среди времени он у меня более менее неплохо идет о 3-0 посмотри ну вот это да бодро ну вот получается он сейчас интересная позиция получилась я согласен а я нет кстати что опять пойди ну лишнее качество да есть немного белый пытается контролируем наладить на хоролевском ну немножко убирать не стоило ладья будет нет я думаю ладья будет делать искренне надеялся ой ну берзем тебе берзя на их а нельзя тут ничего нет мата точно ладьяй 1 грядит ну понятно ладьяй 1 грядит но нет напережение ничего не успевает непонятно поменять ферзей это за мальчика ну я не буду ты доволен мною? нет я не поменял ферзей ну так да просто мат понятно продолжается аналогичная ситуация нам нужно чтобы опять его дали и все раз обыграть и все закончится ну да или нас обыграет и тогда уже точно все закончится 16 16 это достижение ну сейчас нам на него дадут потому что он только что выиграл у него уже на 2 партии больше он догнал но пока не дают суперсеня это кто у нас такой ну что это не честно ему дает больше соперников ну что дали его да? да ты доволен? нет да я бы петучел бы в том же режиме закончить он слишком он слишком хорош он зевнул тебя в той партии ферзя успокойся он зевнул тебя напрямую это было видно f5 f4 если дадут f3 подготовить слон аж нет там ничего не будет просто пешку вылипал да? тоже неплохо белый так активно стоя и по времени очень сильно жмут 7 секунд так ну вот все поменялось так побить и слона на f5 вот ладно сразу может слона f5 ладно слона а идет очень быстро как придержать? пока придержали слона некуда девать что-нибудь печально пошла вперед да это наш шанс мало времени пошла вперед у тебя бы 7 я ход совершенно не понял солнце 2 солнце 2 солнце 2 короля туда пешку слили пешку разраз ел ну ладно ну веди вторую просто че ты делаешь я ждя d1 хочу пешку слили просто веди терзи уже а там пад будет видишь как хитро все видишь как хитро все как манта как манта ой здорово ну вообще-то не здорово техника конечно была ужасной там пад в идее очень много времени да да я просто потерял концентрацию да шанс он никак не выйдет из турнира ну вроде такой удар уже надо смириться но нет а знаю какая здесь жеребёвка и то как он быстро всех обыгрывает мне будет даже сейчас ничего не ясно в турнире еще много партий то есть одна ошибка он просто обогнал сразу так ну вот линия вскрыта не будет матовой атакы нет не будет как-то не очень крепко играют это не то это я очень ненавязчиво играю скажем так ага давай так давай ничья с повторением ходов так гениально так это куда конь пошел да просто пешку защитил отдать ему эту фигуру что ли да да шо делать да побей на f6 и все так так что получилось две пешки ну че они довольно хорошо выходят кстати ну правда белые тоже слон е3 ну на шей по моему уже едет туда нет нет ну вряд ли почти наверняка нет и точно лучше не связываться ладья дж1 дж1 сейчас даст на d4 ладья дж1 ладья дж1 наверно была какая-то тактика но я решил не связываться как обычно ладья дж1 на дж1 да там опять была тактика но я опять решил не связываться ладья дж1 ч hè шесть ладья дж1 Ты можешь выйти из турнира? В смысле? Сер Мэл? Нет, ты че, 11 минут в его темпе он легко отыграет и оторвется очков на 50. Так, это я узнал, даже не смотрел на них, но уже узнал с кем мы играем. Молодец. Дедукция на уровне. Шерлок отдыхает. Кстати, говорят, что Декаплю выйдет фильм про итальянского Шерлока Холмса. Там Шерлока Холмса все доят, 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 доят. Нет, это какой-то итальянский Шерлок Холмс. Ну какой? Как Шерлок Холмс может быть итальянский? Ну, якобы человек очень похож на вот этого вымышленного персонажа. Шерлок Холмс перестает быть Шерлоком Холмсом, если он не британец. Потому что теряется юмор, теряется... А, да, да. Ты опять ни хрена не понял, потому что ты не умеешь слушать. Да. Я не умею слушать, когда играю в пулю. И отстаю по времени сильно. И позиция хреновая опять. Позиция ненормальная. Нет. Пешку нужно съесть на Аш-5. Как вы сейчас сбить его оттуда? Так, Градит Володя Аш-4. Володю напал. Заметил. Градит Аш-4. Опять ничего нет. А, хочу F4 пойти. Если дадут, то будет замечательно. Ну, нет. Александр прочувствовал эту ситуацию. Пешку зевнул? Не зевнул и она не защищалась. Так, эту можно съесть, да? Да, эту уже посчитал. Мне кажется, что у нас был первой. Ну ладно. Так, а вообще-то плохо, нет? Нет, я должен сюда успеть. В этом была идея. Так, ну что, просто П4, П5 Так, надо как-то быстрее ходить. А делать это не получается. Пять секунд. Так, ну снесли флаг, ладно. Нормально. Мы снесли флаг. Или кто снесла? Мы снесли флаг. Слушай, я фартовый, просто невероятно. Ну что, 9 минут, важно выходить. Блин, он за это время успел 2-3 партии сыграть. Да, еще одну проиграть, кстати. Вот мы играем с ним опять. Мне кажется, это последний шанс, да? Опять черном пьё. Да. Ну мне как бы Грек жаловаться на то, что мало белых дают, честно-честно. Ну что, как побеждать? Да. Быстро. Давай хоть в одной партии сыграем Радус. Ну вот, наконец-то. Ферсерж. Так, сейчас что дальше делать? Да, видимо опять Ферсерж 5, Ферсер 6. Ну да, 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 да. Компенсация. Так, нет, нет. Никто не будет бить. Вот чё, чё это, это дебилизм? Просто одержатель. Белые должны успеть сейчас защищаться. Нет, не должны. Конь Е3 примусь. Не хочу, подожди. Коня отдадут явно, это было понятно. Не бери. Конь Е5. Конь Е3. Конь Ф2. Нет, конь Ф2 не получается из-за Ферзи Ф2. Да, тут, оп, как. И че? Ну, пержи 4, начиня дальше поставлю. Хороший подход. Да, можно здесь там ввести, перзя снести. Еще вадим. Главное, тут мат не получить от одного коня, это было бы. Конечно, достойно. Да. Как заботовать-то? Коня может съесть, нет? Ну ладно, тут же. Лопнусь. Да, что-то Собяник подразвалился наш. Можно сейчас уже выходить. Можно, но давай будем нормальными людьми. Раз договорились сыграть турнир, то сыграем турнир. А еще меня смущает, что я ни разу не стоял непроигранно против Александра Конова. Т.е. у меня даже хуже никогда не было. Всегда просто слито. Ну-ну, где-где. Ну вот одна была нормальная партия, одна. Это очень мало за сорокаминутный турнир. Опять Е3 дали. Этот ход немножко странный, видишь, если существо. Что, Слон-Ж5 было так страшно? Не знаю. Нормально, пешка лично. Да, но она хиловато не находится. Нормально. Ну, чем она хиловато? Нормальный изолятор. Блин, после Е3 я допустил ошибку, которую Карлсон допустил с рапортом. Я неправильно структуру поменял сейчас. Не, ну конь пришел куда надо? Пришел. Какие вопросы? Качество выигралось, выигралось. Какие вопросы? Не знаю. Все, по белым полям мат быстрее. Тут кладья теряется. Какой мат? По белым полям мат. Ммм... Короче. Куда его деть? Если я сейчас попаду под копыта, это будет очень тупо, конечно. Но все-таки нет. Ну, еще ферзиазин надо. Все? Нет? Нет, еще пять минут. Псс. Пять минуты, парни три. Да. Да. Ну, слушай, это, по сути, это веселые минутки, только они не веселые совсем. А, нет. Ну, хорошо, давай так. Вот, 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 вот. Я понимаю. Я понимаю. А что человек понимает? Что человек понимает? Вот объясни мне, что хорошего в этом всем? Это вот Александр Коману у нас диспетирует на эти темы. Так и Александр скажет, что ничего хорошего нет. Вот у меня уже лишняя пешка. Ховеренное оружие. Уже две лишние пешки. Эй, да, и С5 у нас. Да, ты прав. Б4 и Б5. Лучше. Ты хорошей форме. Эй, бе-эй, бе-эй. Концы 3, Концы 3, да Концы 3 пойди. Я считаю, что Б5 ход сильнее. Эй, бей, бе-эй. Не, не хочу допускать слоны Ф3 в пулю. Но буду Но не хочу Это вот симпатично А, подумал, что ты заснулся Наверное Это как бы говорит о чем-то, да? Да, ИГ-6 Быстрее Успокойся, куча времени А как ходить В той позиции Запарил Коня отдать Слона отдать Что, по-твоему, должен соперник делать Твоя идея Сладья-3 это вообще Бред, который даже Упоминания не заслуживая А нет там мата Да, вот тут есть Сладья-3 продолжает гнаться, кстати Последняя партия с ним Боюсь, что уже никакой результат не поможет, конечно Стихо-3, а ты стрел Да ладно, Найдер веселый Здесь нас легко отпинают ногами, скорее всего По-моему, все еще теория Ну, я согласен, что мне непонятно, что делать Поприцание с ним По-моему, в ней Ой Упоминание с ним Че-то это так Что-то так Что-то сейчас В ней все-то, как Сирен в ней Не все-то, как В ней Buddhi Чуть-чуть, да, чуть-чуть поплохело, совсем немножко, практически идеальная позиция у человека, но вот чуть-чуть что-то в ней не то, да? Ну мы мат не получим. Да, это важное уточнение про быстро, я согласен с тобой. Да это не важно, конь должен тут стоять, как ты не понимаешь. Когда конь там оказывается, да, это все очевидные вещи, что жить можно. Вот он не знает, видишь, он не знает что делать только потому что конь там стоит. Не знаю. Сейчас будет вечный шаг. Не будет. И вовсе нет, потому что ладья на Е7 возвращается. Ну позиция, наверное, ничейная, правда. Ну что, все. Ой, Марк пришел, как раз вовремя. Пока все партии выиграл, кстати. Да, ну всем спасибо за внимание. Погоди, погоди, еще 14 секунд, все еще может измениться. Я не верю. Совершенно неважно, что мы набрали в полтора раза больше сочков, чем ближайшие соперники. Да, всем спасибо за внимание. А, нужно подвести итоги. Да, давай подведем. Ну, в общем, второе место занял человек. К сожалению, мы не знаем, кто это, но довольно неплохой пулевик, скажем так. Шахматист. Да. На этом месте ролик 159. Я точно помню, что такой у нас был шахматист в группе, но, опять же, не смогу идентифицировать. То же самое я могу сказать про шахматиста, который занял четвертое место. Ну и пятое место совершенно точно занял Александр Кононов. Шестое Эльмар Кулиев. Девятое Сергей Бугаевский. На этом предлагаю завершить подведение итогов. Всем спасибо за внимание. Да, всем спасибо.